Оренбург пестрит рекламой на любой вкус. В погоне за привлечением внимания потенциальных клиентов предприниматели порой слегка перебирают с креативом и выходят за правовые рамки. За 10 месяцев этого года возбуждены 69 административных дел. Лидирующим у нас остается, как и прежде, это реклама алкогольной продукции. Кроме того, выявляется множество нарушений при рекламе медицинских и финансовых условий. Торговцы алкоголем и впрямь пошли дальше всех, недовольствуясь рекламой обычной, прибегают к разного рода хитростям, буквально навязывая продукт потребителю. В большинстве случаев это распространение листовок. Это листовок с указанием на то, что в таком-таком-то магазине продается алкогольная продукция. Понятное дело, что листовки эти, они находятся не в местах реализации алкогольной продукции, а в большинстве случаев находятся в почтовых ящиках жильцов, дом, либо, возможно, раздаются на улице. Кроме того, все популярнее в последнее время реклама на дороге, так называемые знаки маршрутного ориентирования, иногда даже перекрывающие обычные дорожные знаки, регулирующие движение. Вообще такая реклама запрещена, но вот отличить ее не всегда легко. Если, допустим, будет размещена реклама с наименованием какой-то организации, просто стрелочка, то это не будет являться реклама. Но если вдруг на знаках дорожного ориентирования будет указано, ну, например, наименование организации и с каким-то там приходить, допустим, кафе, приходите к нам пообедать, бизнес-ланч такой-то, то это уже будет, конечно же, расцениваться как реклама, которая запрещена. У ФАС говорят, рекламное законодательство одно из самых сложных. Отследить и приспособиться к стремительно меняющимся нормам непросто, ведь закон регулирует даже, казалось бы, то, что далеко от общественной жизни. Целитель, который себя рекламирует, должен обязательно получить сертификат целителя, диплом, а именно диплом ценителя. И вот в этом случае, если он получил свой диплом именно на территории Оренбургской области, он имеет право себя рекламировать только на территории Оренбургской области. Потому предпринимателей, даже желающих работать легально и без нарушений, порой голова кругом идет от огромного количества нюансов. Ведь, к примеру, в сфере медицины они одни, в сфере финансов уже другие. Существуют некоторые ограничения и рамки. И своевременно знать и применять это полезно для собственного кармана. Чтобы потом просто... Потому что когда ты рекламу сделаешь, уже все сотворил, а тут приходят и говорят, а у тебя тут неправильно, это все дорого стоит. Потом это выливается в штрафы и так далее. Так что волей-неволей приспосабливаться приходится. И даже, казалось бы, самые жесткие требования выполнять. Иначе санкции, причем беспощадные. Чтобы не появлялась в городе вот такая реклама, изуродовавшая пешеходный мост. Вы знаете, закон суровно справедлив. Вот это моя точка зрения. Виталий Сапожников, Станислав Даминов. Наше время.